Когда я думаю о современном уровне заболеваемости, депрессии, неуклонно стремящемся вверх, мне интересно, какую роль в этом играет привычный для современного общества малоподвижный образ жизни, рацион питания, перегруженный провоспалительными сахарами, избыточным количеством провоспалительных омега-6 жирных кислот и с недостатком противовоспалительных омега-3 жирных кислот. Например, известно, что типичный западный рацион питания с высоким уровнем содержания рафинированных углеводов и промышленных жиров связан с более высоким уровнем цирреактивного белка, традиционного маркера воспалительного процесса. Если в рационе питания преобладают продукты с высоким гликемическим индексом, этот факт также связывают с высоким уровнем цирреактивного белка. Гликемический индекс – это скорость, с которой содержащие углеводы продукты питания усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Шкала гликемического индекса состоит из 100 единиц от 0 минимум продукты без углеводов, 100 максимум – чистая глюкоза. Продукты с высоким гликемическим индексом повышают уровень воспалительного процесса в организме. Фактически, высокий уровень сахара в крови представляет собой один из серьезнейших факторов риска развития депрессии, а также болезни Альцгеймера. Хотя ранее считалось, что диабет и депрессия – два отдельных расстройства, сегодня эта точка зрения меняется. В 2010 году были опубликованы результаты масштабного исследования, в ходе которого на протяжении 10 лет осуществлялось наблюдение за группой из 65 тысяч женщин. Эти результаты пролили некоторый свет на взаимосвязь между двумя указанными расстройствами. У женщин, страдающих диабетом, риск развития депрессии был почти на 30% выше. Этот факт подтвердился даже после того, как исследователи приняли во внимание другие факторы, влияющие на возникновение депрессии, например, вес тела и недостаток физической активности. У женщин, принимающих инсулин для лечения диабета, риск развития депрессии был на 53% выше. Это весьма красноречивые результаты. Наравне с тем, что за последние 20 лет мы видели резкое повышение уровня заболеваемости диабетом, мы также наблюдали похожий рост уровня заболеваемости депрессии. Не должен вызывать удивление тот факт, что при ожирении наблюдается увеличение количества воспалительных маркеров. Ожирение связано с повышением риска развития депрессии на 55%, в то время как депрессия связана с повышением риска развития ожирения на 58%. Взаимосвязь между депрессией и воспалительным процессом сегодня настолько очевидна, что ученые исследуют возможность применения иммуномодулирующих препаратов для лечения депрессии. Однако, что же служит источником этого воспалительного процесса? Процитирую команду бельгийских исследователей. Сегодня мы располагаем доказательствами того, что глубокая депрессия сопровождается активацией системы, отвечающей за воспалительный ответ, а также, что провоспалительные цитокины и липополисахариды LPC способны вызывать симптомы депрессии. Для тех, кто пропустил ключевое слово LPC, это то самое зажигательное устройство, о котором шла речь в предыдущей главе. В 2008 году эти бельгийские исследователи зафиксировали значительный рост числа антител к LPC в крови участников исследования с диагнозом «глубокая депрессия». Интересно, что авторы исследования также отметили, что глубокая депрессия нередко сопровождается желудочно-кишечными симптомами. Одно из объяснений может заключаться во влиянии нарушения бактериального баланса кишечника. Результаты исследования были настолько неоспоримы, что его авторы настоятельно рекомендовали пациентам, страдающим от глубокой депрессии, сдать анализ на наличие синдрома повышенной кишечной проницаемости и, в случае положительного результата, избавиться от этой проблемы. Во всем мире исследователи, наконец, обратили внимание на LPC и роль этой молекулы в развитии депрессии. Как уже отмечалось, воспалительные маркеры коррелируют с депрессией, а LPC увеличивает производство этих воспалительных веществ. А вот теперь эта история становится еще более интересной. Молекулы LPC не только повышают проницаемость кишечника, но и в состоянии проникать через гематоэнцефалический барьер и позволять противовоспалительным веществам атаковать мозг. Это же верно и в отношении деменции. Как заявили авторы одного из исследований, опубликованного в 2013 году, среди пациентов с депрессией в два раза выше сопутствующий риск развития деменции или умеренной когнитивной дисфункции. Ученые продолжают считать слабый воспалительный процесс первоначальным фактором снижения когнитивных функций мозга. По моему мнению, подобные результаты исследований можно считать неопровержимыми доказательствами. Проникновение LPC через кишечную стенку провоцирует воспалительный процесс в организме и мозге, что может привести к депрессии, а впоследствии и к деменции. Фактически, в гораздо большей мере к депрессии склонны люди, страдающие от других воспалительных и аутоиммунных расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, фибромиалгия, инсулиновая резистентность и ожирение. Все эти состояния характеризуются более высоким уровнем воспаления и повышенной проницаемостью кишечника. Именно поэтому необходимо обратить внимание на состояние кишечника. В последнее время многие исследования были посвящены изучению того, как рацион влияет на риск повышения проницаемости кишечника, а также на потерю бактериального разнообразия. Кроме того, наконец была выявлена взаимосвязь между рационом и риском развития депрессии. Научные данные говорят о том, что люди, придерживающиеся среди земноморской диеты, богатые здоровыми противовоспалительными жирами и белками, демонстрируют гораздо более низкий уровень заболевания депрессии. И наоборот, рацион питания с высоким содержанием углеводов и сахара способствует формированию воспалительной микробиоты. Можно даже проследить влияние отдельных элементов на характер воспалительного процесса в организме. Например, фруктоза повышает циркуляцию LPC на 40%, но этот уровень можно снизить до нормального, если исключить или серьезно ограничить потребление фруктозы. При этом баланс микробиоты кишечника изменится. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, доля которого среди всех энергетических подсластителей сегодня составляет 42%, может быть одним из факторов стремительного повышения уровня заболеваемости, депрессии и даже деменции. Далее мы увидим, какие продукты, например, какао, кофе и куркумин, куркума, могут оказывать противоположный эффект и снижать риск развития депрессии за счет поддержания баланса микрофлоры кишечника. Аутоиммунные и инфекционные заболевания и депрессия Я уже указывал на наличие взаимосвязи между заболеваниями аутоиммунного характера и риском развития депрессии. В 2013 году совместная команда исследователей из различных организаций в Дании и Школы общественного здоровья и здравоохранения университета Джонса Хопкинса сообщила о результатах наблюдения за большой группой участников, которая проводилась в период с 1945 по 1996 год. За период наблюдения из 3,56 миллиона участников исследований 91 637 человек были госпитализированы по причине аффективных расстройств. Исследователи провели несколько интересных вычислений, и им удалось подсчитать, что госпитализация по причине любого из аутоиммунных заболеваний на 45% увеличивала риск госпитализации по поводу аффективного расстройства. Более того, любой случай попадания в больницу по поводу любого инфекционного заболевания на 62% увеличивал риск диагностирования в будущем аффективного расстройства. Для тех же, у кого диагностировали и аутоиммунное, и инфекционное заболевания, риск возникновения аффективного расстройства повышался более чем в 2 раза. Обычно мы не склонны связывать между собой, например, перенесенные в молодости грипп и развитие депрессии в зрелые годы. Тем не менее, подобные исследования выявляют объединяющий эти события фактор – воспаление. В случае появления в организме очага инфекции, иммунная система раздувает пламя, пытаясь бороться с инфекцией. Если в ход идут антибиотики, они нарушают микробиоту кишечника, что только усиливает воспалительный процесс. Лекарственные препараты для лечения аутоиммунных заболеваний, такие как стероиды, способны оказывать влияние на баланс микрофлоры кишечника, а также менять функциональность иммунной системы. Авторы исследований, результаты которого были опубликованы в профессиональном журнале Американской медицинской ассоциации, сделали заключение, что аутоиммунные и инфекционные заболевания – это факторы риска для развития аффективных расстройств. Фактически вся ваша медицинская история на протяжении всей жизни влияет на то, будет ли у вас диагностированы психические расстройства сегодня или в будущем. Например, результаты почти десятка исследований позволяют сделать вывод, что отсутствие грудного вскармливания на самом раннем этапе жизни может быть связано с более высоким риском развития глубокой депрессии в зрелом возрасте. В ходе одного из подобных исследований, в котором у 52 взрослых участников была диагностирована глубокая депрессия, а 106 участников никогда не испытывали депрессию, ученые обнаружили, что 72% из тех, у кого депрессия никогда не наблюдалась, в раннем детстве находились на грудном вскармливании, в то время как только 46% участников с диагнозом депрессия получали грудное вскармливание. Исследования, показывающие ось взаимодействия кишечник-мозг и взаимосвязь между состоянием микрофлоры кишечника и психическим здоровьем, проводятся уже не один год. Однако, кажется лишь относительно недавно, ученые действительно серьезно занялись изучением этой взаимосвязи и тем, как можно воздействовать на кишечные бактерии, чтобы улучшить психическое здоровье человека. В 2011 году исследование, проведенное в университете Макмастера в Канаде, было в числе первых действительно доказавших, что кишечник в состоянии осуществлять коммуникацию с мозгом и влиять на поведение человека. В ходе исследования ученые сравнивали поведение мышей со стерильной микрофлорой кишечника и поведение нормальных мышей. У мышей, лишенных бактериальной микрофлоры, наблюдалось не только более рискованное поведение, но, кроме того, более высокий уровень гормона стресса кортизола и пониженный уровень белка BDN-фи. При этом уже давно известно, что у человека низкий уровень белка BDN-фи связан с тревожностью депрессии. Дальнейшие исследования этой же группы авторов только подтвердили эти результаты. В ходе другой научной работы, результаты которой были опубликованы тоже в одном из журналов, и ее авторы доказали, что могут менять состав микрофлоры кишечника мышей, вследствие чего значительным образом меняется их поведение. Исследователи брали бактерии из кишечника пугливых мышей и пересаживали их в кишечник мышей, которые вели себя более смело и наоборот. Затем наблюдали за изменениями, происходившими в поведении грызунов из обеих групп. Застенчивые мыши словно с цепи срывались, а поведение смелых стало более осмотрительным. Как отметила руководитель этой научной работы Джейн Фастер, это служит веским доказательством того, что поведение определяется микробиотой кишечника. Команда ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провела отличный эксперимент, результаты которого были опубликованы в 2013 году. Они представили первые доказательства того, что полезные бактерии, полученные организмом из продуктов питания, способны влиять на функции мозга человека. Хотя масштабы исследования были весьма скромными, оно вызвало широкое обсуждение в профессиональном медицинском сообществе, поскольку по сути показало, как небольшие изменения в микрофлоре кишечника влияют на восприятие человеком окружающего мира. 36 женщин, участниц эксперимента, были разделены на три группы. Участницы из первой группы на протяжении 4 недель дважды в день ели йогуртовую смесь, содержащую несколько пробиотиков. Участницы из второй группы ели молочный продукт, который выглядел и на вкус был как йогурт, но при этом пробиотиков не содержал. Участницы из третьей группы не получали ни того, ни другого. В начале эксперимента каждой из участниц было проведено функциональное МРТ-сканирование головного мозга, которое повторили еще раз через 4 недели. С помощью МРТ оценивается степень активности головного мозга, а не его структура, так что исследователи в состоянии определить, какие области головного мозга проявляют активность, в конкретном момент. В профессиональной среде подобная активность мозга технически носит название «возбудимость», реакция мозга на стимул или изменение окружающей среды. Итак, через 4 недели участникам эксперимента продемонстрировали специально подобранные картинки с целью вызвать их эмоциональный отклик. В частности, участницы видели серию фотографий раздраженных или испуганных людей и соотносили их с другими лицами, выражавшими аналогичные эмоции. Результаты, полученные учеными, были поистине ошеломляющими. У участниц, которые ели йогуртовую смесь с пробиотиками, во время эмоциональной реакции наблюдалось снижение активности как островка Рейля, так и самотосенсорной коры головного мозга. Островок Рейля – структура мозга, интегрирующая и обрабатывающая сигналы о внутреннем состоянии организма, например, о состоянии кишечника. У этих участниц также наблюдалась сниженная активность или возбудимость в широкой нейронной сети головного мозга, занимающейся обработкой эмоций, когнитивных функций и сенсорного восприятия. У участниц из двух других групп, наоборот, отмечалась устойчивая или повышенная реакция этой сети. Это свидетельствует о том, что фотографии оказывали на них эмоциональное воздействие. Более того, когда ученые провели сканирование мозга участниц без вовлечения их выполнения задания на эмоциональную реакцию, выяснилось, что у тех, кто употреблял пробиотики, отмечается более сильная взаимосвязь между основной областью ствола головного мозга и зонами префронтальной коры мозга, регулирующими когнитивные функции. У участниц из третьей группы отмечалась более сильная взаимосвязь с областями головного мозга, отвечающими за эмоции и восприятие. У второй группы, употребляющей молочные продукты без пробиотиков, результаты носили промежуточный характер. В пресс-релизе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе руководитель исследования доктор Эмерон Майер, профессор медицины, физиологии и психологии, обозначил возможные исследствия полученных результатов таким образом. Знание того факта, что сигналы посылаются из кишечника в мозг и что они подаются корректировке за счет изменений в рационе, способно привести к расширению исследований, направленных на поиск новых стратегий для предотвращения и лечения пищеварительных, психических и неврологических расстройств. Далее он сформулировал суть своего заключения. Существуют исследования, подтверждающие, что употребления в пищу продуктов способны изменить состав и качество микрофлоры кишечника, в частности, что у людей, употребляющих в пищу больше овощей и продуктов, в которых содержатся растительные и пищевые волокна, состав микробиота кишечника отличается от микрофлоры кишечника людей, придерживающихся западного рациона питания с высоким содержанием жира и углеводов. Как стало известно, теперь это оказывает влияние не только на процесс метаболизма, но и на функции мозга. На одной из недавних конференций я беседовал с доктором Майером о его исследовании и поздравил с полученными результатами. Он скромно отметил, что результаты весьма интересные, но требуется проведение дальнейших исследований. Тот факт, что изменения в микрофлоре кишечника влияют на реакцию головного мозга при просмотре негативных или эмоционально волнующих изображений, просто удивителен. Кроме того, он внушает оптимизм. Он означает, что то, как мы заботимся о микрофлоре собственного кишечника, на самом деле влияет на функции мозга. Это действует в обе стороны. Очень важно иметь в виду, пока мы исследуем относительно новую в современной медицинской науке концепцию влияния микробиота кишечника на головной мозг, мозг также оказывает влияние на функцию кишечника. Это может привести к замкнутому кругу, поскольку психологический стресс и тревожность фактически способны повышать проницаемость кишечника и провоцировать изменения его микрофлоры, что ведет к усилению воспалительного процесса в организме. В последнее время было проведено много исследований, направленных на изучение гипоталама гипофизарно-надпочечниковой оси. Если не вдаваться в подробности, то ось момента стресса стимулирует синтез кортизола в надпочечниках. Кортизол – главный гормон стресса. Он производится над почечниками и необходим человеку для действий в стрессовой ситуации. Определяет инстинктивную психологическую реакцию на угрозу и подготавливает организм к тому, чтобы спасаться бегством или сражаться с опасностью. Однако, как известно, лучшее – это враг хорошего. Повышенный уровень кортизола связан с целым рядом серьезных проблем, в том числе с депрессией и болезнью Альцгеймера. Кроме того, он оказывает негативное влияние и на кишечник. Во-первых, меняет состав микрофлоры. Во-вторых, повышает проницаемость кишечника, вызывая освобождение химических веществ из клеток. Согласно многочисленным исследованиям, эти вещества, в том числе TNF-α, напрямую негативно влияют на стенку кишечника. В-третьих, кортизол повышает производство воспалительных веществ клетками иммунной системы. Эти цитокины увеличивают воспаление в кишечнике, что еще больше повышает проницаемость его стенки, а также непосредственным образом напрямую влияет на мозг, делая его более восприимчивым к аффективным расстройствам. Хотя многие испытали на собственном опыте, что стресс может вызвать расстройство желудка, а в некоторых случаях даже кишечные заболевания, сегодня появились научные доказательства, объясняющие механизм происходящего. Согласно последним исследованиям, состояние хронического стресса может быть еще более опасным, чем ситуация острого стресса с точки зрения влияния на проницаемость кишечника и воспалительный процесс. Результаты исследований также свидетельствуют о том, что реакция организма на стресс в значительной степени находится под контролем кишечных бактерий. В одном из наиболее показательных исследований, данные которого были опубликованы в 2004 году, японские ученые зафиксировали влияние стресса на организм грызунов, лишенных микробиота кишечника. Реакция этих мышей на стрессовый раздражитель была чрезмерной. У них отмечался очень сильный ответ по оси ГГН, что означало мощный выброс более опасного гормона кортизола. Хорошая новость заключается в том, что это состояние становилось обратимым, если мыши получали пробиотик бифидобактериум. Меня приводит в изумление мысль о том, что реакция организма на стресс может находиться под контролем кишечных бактерий, а не моего мозга. Микрофлора кишечника и здоровый ночной сон Гормон стресса кортизол уникальным образом связан с циркадным ритмом организма, колебаниями гормонального уровня на протяжении 24 часов, влияющими на функции организма и его ощущение усталости или бодрости. Классический симптом аффективных расстройств бессонница, которая, как известно, непосредственным образом связана с состоянием микрофлоры кишечника. Согласно результатам недавнего исследования, многие цитокины, например, определенные интерлекины, важные факторы сна, в частности, наиболее восстанавливающие фазы быстрого сна. Именно кишечные бактерии стимулируют производство этих химических элементов в соответствии с уровнем кортизола. Считается, что самый низкий естественный уровень кортизола бывают ночью и начинают повышаться ранним утром. Циркадный цикл цитокина в основном регулируется активностью кишечных бактерий. При повышении уровня кортизола утром кишечные бактерии подавляют производство цитокинов, и этот сдвиг определяет переход от медленной фазы сна к быстрой фазе. Таким образом, дисбаланс микрофлоры кишечника может оказать значительный негативный эффект на качество сна и цикадный ритм организма. Приведите микрофлору кишечника в порядок, и вы избавитесь от бессонницы. Беспокойная микрофлора Учитывая все сказанное, давайте вкратце рассмотрим тему тревожности, которая самым тесным образом связана с депрессией. Два этих состояния нередко дополняют друг друга. У пациентов с хронической тревожностью может быть диагностирована депрессия, и им может быть рекомендован прием антидепрессантов вместе с препаратами, снижающими чувство тревожности. Обычно тревожности и депрессия проявляются одновременно. В некоторых случаях именно постоянное чувство тревожности ведет к появлению симптомов депрессии из-за общего влияния на жизнь человека. Ключевая разница между этими двумя расстройствами заключается в том, что тревожность характеризуется страхом и дурными предчувствиями, нервозностью и преувеличенным беспокойством относительно будущего. А депрессия, с другой стороны, не содержит подобных страхов и скорее вращается вокруг ощущения беспомощности. Так что в то время, как люди с синдромом повышенной тревожности переживают, что небо скоро упадет на землю, люди в депрессии чувствуют себя так, словно оно уже упало, что жизнь ужасна и все идет не так. Тем не менее, о тревожности и депрессии часто говорят связки, так как они похожи психологически, то есть оба состояния связаны с большим количеством негативных мыслей и у них много общих физических симптомов. Головная боль, общая боль, тошнота, проблемы с пищеварительным трактом. Существует много типов тревожных расстройств и широкий спектр депрессивных состояний. Тем не менее, у этих двух состояний много общего с точки зрения здоровья микрофлоры кишечника. Как и депрессия, чувство тревожности тесно связано с дисбалансом микрофлоры кишечника. Многочисленные исследования подтвердили наличие одинаковых черт у людей с тревожным расстройством и депрессией. Более высокий уровень воспалительной реакции в кишечнике, более высокий уровень системного воспаления, более низкий уровень гормона роста головного мозга, более высокий уровень кортизола, чрезмерная реакция на стресс, а также повышенная проницаемость кишечника. Звучит знакомо, не правда ли? Вполне естественно испытать чувство тревожности и даже депрессии в определенных ситуациях. Однако, когда эти эмоции становятся неотступными и вызывают такое состояние, что это сказывается на общем качестве жизни, они переходят в разряд психических заболеваний. Ежегодно около 40 миллионов взрослых американцев подвергаются тревожным расстройствам, в том числе паническому синдрому, обсессивно-конвульсинному расстройству, социофобии и генерализованному тревожному расстройству. Хотя исследование в этой области только набирает силу, становится очевидно, что тревожные расстройства, так же как и депрессия, вызываются совокупностью факторов, определенно включающих в себя состояние и функцию микрофлоры кишечника. Несмотря на то, что последней каплей в запуске механизма тревожного расстройства вполне могут быть осечки в области головного мозга, контролирующих страх и другие эмоции, невозможно отрицать тот факт, что подобная передача нервного импульса частично зависит от здоровья микрофлоры кишечника. При нарушении ее баланса происходит сбой и в других биологических механизмах организма – гормональных, иммунологических или нейронных. При этом центры обработки информации головного мозга, например, те, что управляют эмоциями человека, могут подвергаться значительному негативному влиянию. На основании личного профессионального опыта я обнаружил, что пациенты никогда не жалуются на тревожность или депрессию, пока у них не начинаются проблемы с кишечником. Совпадение? Не думаю. К счастью, наконец, начали появляться исследования, показывающие эту взаимосвязь. Согласно результатам исследований, опубликованных в 2011 году, у мышей, получавших пробиотики, уровень гормона стресса кортикостерона был гораздо ниже, чем у мышей, которые кормили простым бульоном. Кроме того, в поведении мышей из первой группы было отмечено гораздо меньше симптомов стресса, тревожности и депрессии, чем у мышей из второй группы. Интересен также тот факт, что исследования как на животных, так и с участием людей продемонстрировали, что определенные виды пробиотиков, о которых я расскажу позднее, способствуют снижению уровня тревожности за счет изменения баланса микрофлоры кишечника. Например, в ходе одного из недавних исследований нейробиологи из Оксквордского университета обнаружили, что у людей, получавших пребиотики, пищу для полезных бактерий, улучшалось психологическое состояние. Группой 45 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 45 лет ежедневно в течение трех недель получали пребиотики или плацебо. Затем испытуемые прошли тест, чтобы можно было оценить их процесс обработки эмоциональной информации. Ученые хотели проверить теорию, согласно которой у человека, изначально находящегося в тревожном состоянии, будет проявляться более сильная реакция на негативные стимулы, например, на эмоционально окрашенные образы или слова. На самом деле, оксфордские ученые отметили, что по сравнению с участниками второй группы, участники эксперимента, принимающие пребиотик, обращали больше внимания на позитивную информацию и меньше на негативную. Учитывая этот факт, который также наблюдался у пациентов, принимающих антидепрессанты или препараты для снижения тревожности, было сделано предположение, что у участников, принимающих пребиотик, был более низкий уровень тревожности, когда они реагировали на негативный стимул. Интересно, что у этих участников также отмечался более низкий уровень кортизола при измерении в слюне с утра, когда уровень этого гормона в организме бывает самым высоким. Эксперимент во многом напоминал исследования ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в ходе которого использовали ферментированный молочный продукт, но очень важно, что он дополнил целый ряд исследований, проведенных с участием людей, подтвердивших взаимосвязь между состоянием микрофлоры кишечника и психическим здоровьем, в частности, уровнем тревожности. Сейчас я остановлюсь на фактической информации, которая помогает определить, что происходит в организме человека, страдающего от чувства тревожности и, возможно, депрессии. Как вы, вероятно, помните, серотонин – один из важных нейромедиаторов, который часто связан с ощущением благополучия. Его синтез осуществляется на основе аминокислоты триптофан. Однако, если триптофан разрушается в организме под действием определенных ферментов, он становится недоступным для производства серотонина. Один из побочных продуктов разрушения триптофана – кенуренин. Так что высокий уровень кенуренина можно считать индикатором низкого уровня триптофана. Повышенный уровень кенуренина обычно отмечается не только у пациентов, страдающих от депрессии и синдрома тревожности, но также у пациентов с болезнью Эльцгеймера, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже с тиковым расстройством. Надеюсь, в будущем эти заболевания начнут лечить с помощью пробиотиков, поскольку уже известно, что, например, пробиотика, о котором я упоминал ранее, бифидобактериум, определяющий более спокойную реакцию на стресс, также связан с более низким уровнем кенуренина. Это означает, что больше триптофана становится доступно для производства сиротонина, и это ключевой фактор для предотвращения не только депрессии, но и синдрома тревожности. Рассмотрим пример одной из моих пациенток. Мартина, 56 лет, обратилась ко мне по поводу синдрома тревожности и депрессии. Ее случай наглядно отражает взаимосвязь между психическим здоровьем и микрофлорой кишечника. Мартина ужасно устала от лекарств, которые ей не помогали, но которые она принимала вот уже 10 лет, потому что боялась от них отказаться. На момент нашей встречи она принимала антидепрессанты, а также нестероидные противовоспалительные препараты против хронической боли в руках и ногах, которая была диагностирована как фибромиалгия. Изучая историю болезни Мартины, я обратила внимание, что впервые симптомы депрессии начали ее беспокоить в 20 с небольшим лет, но принимать антидепрессанты она начала в возрасте старше 40. Мартина родилась с помощью естественных родов, но находилась на искусственном вскармливании. В детстве она не раз проходила курс антибиотиков для лечения инфекций горла, к тому же ей удалили миндалины. В подростковом возрасте она в течение 18 месяцев принимала антибиотик тетрациклин для лечения акне. Перистальтика кишечника всегда была ее слабым местом. Мартина призналась, что сколько себя помнит, всегда страдала то от хронических запоров, то от диареи. Прежде всего, я провел несколько анализов. При этом выяснилось, что у Мартины повышена чувствительность к глютену. Уровень витамина D у нее в организме был низкий, а уровень LPC показателя повышенной проницаемости кишечника и воспаления буквально зашкаливал. Я объяснил Мартине, что наша основная миссия заключается в восстановлении здоровья ее кишечника и рекомендовал ей безглютеновую диету, агрессивную программу перорального приема пробиотиков, рацион питания, богатый пребиотиками и добавки витамина D. Также я посоветовал ей внести другие изменения в ее обычный образ жизни, в том числе аэробные физические упражнения и больше здорового сна. Мы встретились с Мартиной спустя 6 недель. Еще до начала разговора было очевидно, что она сильно изменилась, буквально сияла. «В нашей клинике мы фотографируем всех пациентов на первом приеме». Я вновь ее сфотографировал, и мы положили фотографии рядом. Разница была потрясающей. Я не давал Мартине такой рекомендации, но она прекратила принимать антидепрессанты за 4 недели до нашей финальной встречи, так что теперь полностью отказалась от всех таблеток. «Я чувствую себя так, словно туман наконец рассеялся», призналась она. У нее наладился сон, она с удовольствием занималась спортом, и впервые за многие десятилетия у нее не было проблем со стулом. Я спросила ее о хронической боли, и она ответила, что не упомянула ее, потому что совсем о ней забыла. Молодые, рассеянные и под воздействием лекарств. Возможно, один из самых эффективных способов осознать механизм взаимосвязи между проблемами с кишечником и нестабильным психоэмоциональным состоянием – это рассмотреть одну особенную категорию людей – детей с синдромом дефицита внимания и СДВГ. Хотя этот диагноз ставят и многим взрослым, на мой взгляд, именно дети подвергаются наибольшей опасности, поскольку у них продолжается активное развитие головного мозга. А СДВГ и депрессии принято говорить как о разных состояниях, хотя у них много общего. В конце концов, некоторые их симптомы идентичны, и в их основе лежит один механизм – сильная воспалительная реакция. Более того, оба этих состояния лечатся сильнодействующими лекарственными препаратами, влияющими на функции мозга, а не изменением рациона питания. Фактически, в некоторых случаях для лечения СДВГ могут назначать антидепрессанты. Сегодня у более 11% детей в возрасте от 4 до 7 лет диагностировано наличие СДВГ. Более того, две трети этих детей получают медикаментозное лечение. На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний на странице, посвященной СДВГ, приведено перечисление симптомов этой болезни и методов диагностирования, а затем даются варианты лечения, но ни слова о рационе питания. Кроме того, не упомянуто ни одного способа профилактики этого заболевания. У американских детей нет значительных генетических отличий от детей из других стран, где СДВГ встречается крайне редко. Как уже говорилось, подавляющая часть всех лекарственных препаратов, которые используются против СДВГ в мире, применяется именно в США, и гордиться здесь нечем. Никто не задает очевидного вопроса на миллиард долларов. Почему у детей из западной цивилизации возникают такие проблемы, как дефицит внимания, нарушение обучаемости и проблемы с контролем импульсивности? Очевидно, причина кроется в факторах окружающей среды. Что-то изменилось, что-то, что подается изменению. Пугающие последние данные говорят о том, что более 10 тысяч американских детей в возрасте 2-3 лет сегодня получают медикаментоз на лечение от СДВГ. Лечение детей этого возраста фармацевтическими средствами в корне противоречит установленным нормам педиатрической практики. Фактически нет данных, подтверждающих, какое влияние эти сильнодействующие препараты оказывают на развитие мозга. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что детям, получающим помощь в рамках федеральной системы медицинской помощи неимущим, гораздо чаще назначают стимулирующие препараты, чем детям из семей среднего класса и из обеспеченных семей. То есть детям из малообеспеченных семей гораздо чаще сразу назначают медикаментозные средства лечения. Хотя беспокойность по поводу использования этих препаратов привела к росту популярности так называемых подходов без стимуляторов лечения СДВГ, но фактически альтернативные средства чреваты не меньшими проблемами. Лекарственные средства, подобные атомоксетину, характеризуются собственным букетом неприятных побочных эффектов. Сонливость, низкоэнергетический заряд, потеря аппетита, тошнота, робота, желудочные колики, проблемы со сном, сухость листа оболочки рта и другие. Помимо побочных эффектов исследования показывают, что этот препарат фактически стимулирует экспрессию 114 генов и подавляет экспрессию 11 других. И при этом врачи продолжают выписывать рецепты на этот препарат. Как заявил один из ученых, чья научная работа выявила эти генетические изменения, совсем немного известно молекулярной основе этого терапевтического эффекта. Очень много времени в своей клинической практике я трачу на лечение детей с СДВГ. Часть клинического обследования занимает изучение медицинской истории пациента. Как и следует ожидать, родители таких детей часто рассказывают, что их ребенок периодически страдал от инфекционных заболеваний, ушей, от которых его лечили с помощью антибиотиков. У некоторых из этих детей удалены миндалины. Многие находились на грудном вскармливании совсем недолго. Если вообще получали грудное молоко, многие из этих детей появились на свет с помощью кесарево сечения. Статья опубликована в 2000 году. Исследователь университета Перди-Лаура Стивенс отметила, что у детей, находящихся на грудном вскармливании, риск возникновения СДВГ ниже. Кроме того, она указывала на зависимость между тем, как долго ребенок получал грудное молоко и риск развития у него СДВГ. Еще более информативными были ее данные о том, что часто инфекционные заболевания ушей и их лечение антибиотиками напрямую связаны с повышением риска развития СДВГ. Результаты еще одного известного исследования, о котором я уже упоминал, свидетельствуют о том, что у детей, рожденных с помощью кесарево сечения, риск развития СДВГ был в три раза выше. Иными словами, СДВГ не возникает случайно. Все эти корреляции указывают на изменения микрофлоры кишечника. Как Вы уже знаете, метод рождения и наличие или отсутствие грудного вскармливания – критические факторы формирования правильного баланса микрофлоры кишечника, которая в дальнейшем становится устойчивой средой для адекватного ответа организма на вызовы для иммунной системы. Прием антибиотиков меняет состав микрофлоры кишечника, нарушая функции его стенок и меняя реакцию мозга на происходящее в кишечнике. Это может означать изменение уровня важных нейромедиаторов и повышение производства воспалительных веществ в организме, что нередко негативно влияет на функции мозга. Кроме того, нарушается процесс производства основных витаминов, важных для функции мозга. Совокупным эффектом всех этих процессов становится воспаление, пагубно влияющее на функции мозга как в предкосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В случае с СДВГ люди с генетической предрасположенностью к этому расстройству и те, кто страдает от хронического воспалительного процесса, попадают в повышенную группу риска развития этого заболевания. Для меня нет ничего удивительного в том, что рост количества заболеваний СДВГ происходит параллельно с ростом случаев детского ожирения еще одного воспалительного состояния, связанного с микрофлорой кишечника. О нем мы поговорим позже. Кроме того, меня больше не озадачивает то, насколько часто мои пациенты жалуются на проблемы с пищеварением. В большинстве случаев я слышу жалобы на хронический запор даже от тех пациентов, которые не принимают стимулирующие препараты, также способные провоцировать эту проблему. Я не единственный специалист, делавший подобное наблюдение. Было опубликовано в журнале наблюдение за группой из 742 тысячи детей, у 4% из которых диагностировали СДВГ. Проблема с запором почти в 3 раза серьезнее строяла у детей с СДВГ. В случае непроизвольного стула на 67% чаще встречалось у детей с СДВГ. Не было никакой разницы в этих показателях, независимо от того, принимали дети препараты против СДВГ или нет. На основании этих обширных данных можно сделать вывод, что-то происходит в пищеварительной системе этих детей, и это напрямую связано с функциями мозга. Более того, немецкие ученые недавно обнаружили, что дети с СДВГ во многих случаях страдают от непереносимости глютена. Ученые рекомендовали этим детям безглютеновую диету и через некоторое время после ее применения пациенты или их родители отмечали значительное улучшение в появлении поведения и самочувствии по сравнению с периодом до диеты. Авторы исследования рекомендовали проводить анализ на чувствительность к глютену как часть процесса оценки состояния СДВГ. Они также отметили, что СДВГ следует рассматривать не в качестве отдельного расстройства, а скорее как симптом других различных состояний. Я полностью разделяю эту точку зрения. СДВГ – просто проявление воспалительного процесса, вышедшего из-под контроля из-за таких триггеров, как глютен и побочных эффектов дисбаланса микрофлоры кишечника. Фактически, даже рацион питания оказывает значительное влияние на развитие СДВГ. Рацион питания воздействует и на состояние микрофлоры кишечника, а кроме того, меняя его, можно эффективно решить многие проблемы с поведением у детей. Согласно результатам исследования, опубликованных в 2011 году, отмечено значительное улучшение симптомов СДВГ благодаря строгой диете, хотя рацион питания называли причиной возникновения и развития СДВГ не в первый раз, но впервые настолько очевидна была показана взаимосвязь между диетой и неврологическими расстройствами типа СДВГ. Учёные пошли дальше и предположили, что в более чем половине случаев, когда у детей диагностирован СДВГ, они на самом деле могут страдать от повышенной чувствительности к определённым пищевым продуктам, например, молочным, зерновым, продуктам с пищевыми красителями и искусственными ингредиентами. Хотя у этого исследования есть оппоненты и требуется дальнейшая научная работа, тем не менее оно подняло вопрос о влиянии рациона питания на развитие СДВГ. Это исследование ещё раз указало, что, возможно, причиной поведенческих расстройств, таких как СДВГ, могут выступать внешние факторы, например, диета, а следовательно, в основе их лечения могут лежать изменения в окружающей обстановке, в том числе и в состоянии микрофлоры кишечника, так как изменение рациона питания ведёт к изменению состава микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, может оказывать влияние на поведение человека. Позвольте поделиться с вами ещё одним информационным кусочком пазла, который помогает составить полную картину и определяет роль в ней кишечника. Этот кусочек – габа, важный нейромедиатор, о котором уже шла речь ранее. В мозге детей с диагнозом СДВГ наблюдается острая нехватка этого элемента. Доктор Ричард Эдден, профессор Школы общественного здоровья и здравоохранения Университета Джонса Хопкинса, провёл инновационное исследование с использованием сложной технологии под названием магнитно-резонансная спектроскопия, которая, образно говоря, открывает окно в головной мозг, позволяя учёным измерять показатели различных химических элементов в функционирующем мозге. Учёные применили эту технологию для изучения групп детей в возрасте от 8 до 12 лет и отметили значительную разницу в показателях габа у участников из двух групп. У детей с СДВГ этот показатель был значительно ниже по сравнению с участниками из контрольной группы. Это позволило учёным сделать вывод, что СДВГ может быть следствием недостатка габа. Что провоцирует недостаток габа в организме и как можно повысить показатель габа в мозге детей с СДВГ? Габа синтезируется в организме на основе аминокислоты глутамин. Однако производство габа на основе глутамина возможно только в присутствии так называемых коферментов, специальных химических элементов, необходимых для осуществления реакции. В частности, в данном случае для проведения реакции требуется наличие цинка и витамина В6. Оба эти элемента попадают в организм с продуктами питания. Габа производится специальными видами кишечных бактерий с использованием указанных коферментов. Сейчас учёные пытаются выяснить, какие именно группы бактерий участвуют в этом процессе. Согласно результатам исследований, опубликованных в журналах, определённые виды бактерий, лактобактериум и бифидобактериум, в избытке производят габа. Более того, исследования, в ходе которых эти бактерии использовались в форме пробиотиков, уже дали надежду на положительный результат с точки зрения снижения синдрома тревожности. В настоящее время проводятся многочисленные исследования по изучению габа и её взаимосвязи с отдельными элементами импульсивного поведения, связанными с СДВГ. Кроме того, учёные также исследуют габа и её потенциальную связь с другими заболеваниями головного мозга. С синдромом Туретта Господствующее мнение относительно того, почему недостаток габа оказывает такое значительное влияние на функцию мозга, заключается в том, что габа – это ингибиторный нейромедиатор, который уменьшает электрический заряд нейрона, таким образом снижая вероятность возбуждения соседних нейронов. Недостаток габа означает, что определённые области мозга начинают работать на повышенных скоростях. Это соответствует состоянию, которое наблюдалось у детей с чрезмерной двигательной активностью, характерным симптомом синдрома Туретта, а также с потерей контроля над импульсным поведением. Как я уже отмечал, необходимо избавиться от заблуждения, что решения проблем, связанных с функциями головного мозга, могут быть фармацептические средства, влияющие исключительно на симптомы, но игнорирующие основополагающие причины, особенно когда речь идёт о детях. Только представьте, что лечение детей с диагнозом СТВГ могло бы проводиться на основе здоровой диеты, пробиотиков и нужных пищевых добавок вместо назначения пациентом риталина. Одно из многообещающих исследований на эту тему было опубликовано ещё в 2003 году, за 5 лет до старта проекта по изучению микрофлоры кишечника. Исследователи провели наблюдение за 20 детьми с диагнозом СТВГ. Половина детей из группы получала лечение риталином, а вторая половина получала пробиотики, такие как лактобактериум, и пищевые добавки, в том числе незаменимые жирные кислоты. К удивлению авторов исследования, финальные результаты в обеих группах были одинаковыми. Согласно заключению учёные, незаменимые липиды, восстанавливающие клеточный слой оболочки кишечника, а также восстанавливающие полезную микрофлору и управление пробиотиками, могут служить объяснением положительных результатов у второй группы детей. Эти данные, обнародованные более десятилетия назад, предлагают альтернативу использованию потенциально опасного лекарственного средства. Хотя это исследование было не таким масштабным и требуется проведение дополнительных научных работ в этой области, я ожидаю появления многих новых исследований, которые внесут в свою лепту подтверждение взаимосвязи между СДВД и здоровым балансом микрофлоры кишечника. В нашем научном багаже уже 35 лет исследования взаимосвязи между непереносимостью определенных продуктов питания и СДВГ. Теперь нам предстоит документально подтвердить роль кишечных бактерий в этой области. Ранее я упоминала, что рост количества случаев СДВГ зеркально отражает восходящую спираль количества случаев ожирения у детей. На протяжении последних двух десятилетий мы наблюдаем беспрецедентный рост обоих заболеваний, и оба этих заболевания непосредственно связаны с состоянием микрофлоры кишечника. Теперь, когда Вы получили представление о том, какую роль микрофлора кишечника играет в возникновении и развитии аффективных и тревожных расстройств, пора перейти к другому важному вопросу. Что на самом деле можно считать причиной эпидемии ожирения, в том числе детского? Состояние микрофлоры кишечника или наше пристрастие к тортам и кока-коле? Давайте остановимся на этом вопросе.